А это было Игоря? А это тоже сейчас работает? Нет, у меня не было указки. Название, я думаю, вы помните. На самом деле из вчерашней лекции мне нужно только одно сегодня. Это то, что в сильном магнитном поле, в сверхсильном магнитном поле фулоновский потенциал модифицируется. И с этим модифицированным потенциалом я буду решать уравнение Шребенгера, спектр уровней искаженности. Но давайте все-таки я напомню более-менее поподробнее, что было вчера, чтобы была какая-то ложь. О чем я говорю? Я говорю о том, что есть атом, есть там Боровский радиус, естественный радиус электронной оболочки. И если мы помещаем его в магнитное поле, появляется еще параметр AH, магнитная длина, или радиус Ландау. И вот если этот радиус, это радиус электронной орбиты, перпендикулярно магнитному полю электрон вращается. И вот если этот радиус меньше, чем Боровский радиус, то это сильное магнитное поле. В много больше Eqm2. Значит, дальше я сказал, что хочу решать в таком поле уравнение Шребенгера. И у меня задача как бы одномерная, потому что электрон свободно движется вдоль оси Z. Поэтому мне вот хочется посмотреть на двумерную электродинамику одно время, одна пространственная координата, одна временная. Вот D равно 2 квантовая электродинамика. И посмотреть виртуальные фермионы, как меняют потенциал. Потенциал двумерной электродинамики это просто Z. Это две заряженные плоскости. И я учту рад поправки. Значит, учел их и обнаружил, что если у меня фотоны, если меня, простите, электроны тяжелые, то есть, если масса электронов больше G, то там будут маленькие степенные поправки. Меня не интересуют за то, что будет интересно. Это если, когда фермионы легкие, когда масса меньше, чем G, тогда на маленьких расстояниях возникает масса фотоны, есть такой юкарского типа потенциал, а на больших расстояниях потенциал линейный. Но он экранируется тоже, там такая константа, которая там M квадрат поделить на G квадрат, то есть он меньше, чем он был бы без правоправок. Потом перешел в четырехмерный квадратный электродинамик. Константа у меня там безразмерная E. Но, тем не менее, позиционный оператор там похож на двумерный случай. И нашел я тоже потенциал. И в потенциале обнаружилось, что если магнитное поле больше, ой, больше, чем на этот раз M квадрат поделить на E куб, то есть очень большое, вот это примерно 10-16 гаусс, что если такое магнитное поле большое, то у фотона возникает масса, и возникает тоже экранировка потенциала. На больших расстояниях потенциал Кулоновский, без всякой экранировки, а на малых расстояниях есть такая юкарская экранировка. Ну, вот это то, что будет сегодня. Электрон в магнитном поле, общее рассмотрение. И дальше я буду говорить про нижний уровень Лондона, Лоус-Лондон-Левелл, который не релятивистский при всех B. Ну, вот это утверждение в конце моего места тут поправим. Значит, хочу решать уравнение Шредингера. Значит, начну я с этого приближения мелкой ямы, потому что оно, во-первых, хотя оно и неверное, как я уже сказал, что оно плохо, на самом деле, описывает спектр состояний, но оно немножко видоизмененное, но его надо немножко видоизменить, и тогда можно получить такое уравнение, которое Карнаков и Попов получили впервые в работе 2003 года, которое хорошо описывает атомные уровни в неэкранированном Кулоновском потенциале. То есть, если потенциал больше, чем М квадрат умножить на Е куб, то там хорошо это работает. А затем мы напишем модификацию этого уравнения, когда происходит экранировка, то есть, когда Б очень большое, то как это экранируется, так сказать, какие будут уровни энергии. Дальше магнитное поле, значит, лаборатории и на звездах я написал, экситоны, потом ссылки и заключение. Так, значит, что мне тут отсюда нужно из того, что было в прошлый раз? Ну, вот я считал вот эти диаграммы, вот это была модификация потенциала за счет этих диаграмм. И дальше, ну, двумерный случай я опущу, а дальше вот четырехмерный случай. Миш, извини, пожалуйста, может быть, ты остановишься на этих диаграммах и ребятам качественно объяснишь еще раз, потому что я упоминал про экранирование заряда, ну, вот про вакуумную поляризацию. Про бег заряда. Но я тоже, когда это говорил, помните, уже есть потенциал Юлинга-Сербера. Я говорил, в обычной четырехмерной квантовой электродинамике. И если вы, так сказать, это есть поправки вот за счет вот этой диаграммы, есть поправки к обычному кулону единицы на r, если вы подходите близко к электрону, то есть на расстоянии меньше, чем единицы на m, ну, к заряду, к протону, скажем, да, то у вас заряд начинает расти. Это вот такая антикорнировка, вот ноль заряда. Это я говорил за счет этой диаграммы. Но это маленькие все-таки, если вы не подходите там исключительно близко, если вы на каких-то расстояниях там, то там это маленькие поправки типа альфа-логарифм. Логарифм всегда маленький. Поэтому у меня не такие поправки. У меня вот, когда накладываем магнитное поле, то там будет не альфа-логарифм, который маленький, а там будет, вот, E³B, который прямо в степень, и образом, от B зависит. Т.е. если a B увеличат, то будут большие поправки. Это ноль заряда на бесконечности. Что? Ноль заряда на бесконечности… В обычной хватевой электродинамике? На малых расстояšенях. Нет, ну что значит, ноль – ноль, ну, если вы на малых расстояниях вводите конечный заряд, то на больших расстояниях вы имеете ноль заряда. Ну а если вы имеете конечный заряд? Мы все же, мы за вами имеем конечный заряд, правильно, на больших расстояниях, то, когда мы приближаемся к нему, Это есть в потенциале в формуле Юлинга-Сербера, это вот за счет этой диаграммы. Он нарастает, как к нему подходим. Больше, больше. Ну а в случае, так сказать, Янгмутская теория, он наоборот падает. Так, вот это будет самый Юлинг-Сербер. И вот тут, наконец, вот эта вот формула, которую я сказал, мне только сегодня не понадобится из всего предыдущего материала. Значит, вот потенциал. Значит, обычно это E на Z, вот первый член, да? И если магнитное поле меньше, чем M2 поделить на Eq, эти два члена сокращают друг друга, будет просто E на Z. Если же магнитное поле большое, то надо сварить все три члена. И вот на малых расстояниях будет работать этот член, потому что эти два скомпенсируются. И это такой Юкавский член. То есть у фотона есть масса Eqb, квадрат массы. Как бы? Потому что на больших расстояниях работает только эти линички. На больших расстояниях работает этот член E на Z. Когда мы заходим на расстояние меньше, чем компенсальная длина волны электрона, меньше, чем единицы на M, Тогда начинает работать вот этот член, и он эту единичку сокращает, и остается в результате линейный потенциал, как я говорил, надо разложить. А потом, когда мы подходим еще ближе, тогда начинает работать вот этот вот член, и, так сказать, возникает этот вот эффект. И надо найти решение уравнившения Шеттингера с таким вот функционалом. Я могу просто напомнить еще раз, как потенциал получается, особенно с учетом по праву. Получается, ну, просто получается, так сказать, вот есть эта формула. Значит, формулу какую-нибудь я хочу, формулу хочу. Ну, потенциал так, да, это вот самые первые мои формулы. Ой-ой-ой. Так, вот эти формулы, да? Вот у меня есть потенциал, да? Ну, это просто, так сказать, как я получаю, что я пишу лоплый, долембертян, а? Есть заряд. И значит, А есть единица на К в квадрате. Если сделаю фолье образ, от этого получу единицы на Р в трех миллиарх. А А0 это что, поле протона? Ну, конечно, ну, Амю. Амю. А это А0. Там Д00, что ли? Да, да, да. Меня интересуют постоянные по времени источники. Вот здесь поле Фи. Ну, то, что Фи называется, да? Е на Р. Ну, в импульсном представлении это Е на Р, это единственная К в квадрате. Сделаете фолье преобразование, получите единицы на Р. А рад поправки, когда вот у вас есть еще, это вот это вот, это вот это диагноз. Дальше есть вот эти рад поправки. Надо это уравнение суммировать. Оно просто суммируется геометрической прогрессии. И получается вот такая формула для потенциала в импульсном представлении. Значит, надо из нее сделать фолье преобразование, и получу потенциал в координатном пространстве. Ну, какая первая добавка к единице на Р? На томе? В четырехмере в сильном магнитном поле. Или вообще, в принципе. В принципе. В принципе, если нет никакого магнитного поля, опять-таки, то это будет потенциал Дуринка-Сербера. То есть, это потенциал, вот я написал эти формулы тут. Вот, Дуринк-Сербер. То эти поправки, они зависят от расстояния, естественно. Если расстояние больше, чем единица на М, на больших расстояний. То есть, электроны у нас, ну, как бы тяжелые, в этом смысле. Мы далеко от них ушли, да? То вклад электронов экспоненциально подавлен. Это экранировка есть, да, какая-то? Нет. Наоборот, тогда мы видим... Не совсем экранировка, это М, Сербер. Ну, такой, экспоненциально малая поправка. Экспоненциально малая, у нас есть поправка единицы на Р, плюс альфа, ефтепни минус МР поделить на Р. То есть, это малая поправка к закону Кулона. Да. И где она работает, честно говоря, я так не знаю. Думаю, что нигде. Да, она очень маленькая. А зато, если мы идем на маленькие расстояния, то это ефтепни минус МР превращается в логарифм, который я тут написал. И этот логарифм, это как раз просто единица, е квадрат поделить на Р, и взнаменатель еще в скобке единица, плюс альфа логарифм. Да? Единица плюс, нет, единица минус альфа логарифм. Нет, это уже Ландалга, откройте. Как перейдет экспонент в логарифм, ну, надо, посмотрите, это уже надо в учебнике. Вам нельзя считать. Там стоит некий интеграл, в двухпредельных случаях он берется аналитически. Если Р много больше, единица, и много меньше. Понятно. В общем случае, там он не берется, может и берется, не знаю. Вот, на следующий раз, простые две асимптутики. Две простые, вот у него простые асимптутики на малых расстояниях и на больших расстояниях. На больших расстоянках. И это понятно, почему на больших, потому что вам надо, так сказать, родить электрон, а вы не можете их родить. У вас расстояние большие, импульс маленький. Поэтому экспонентциально подавно. А на малых и горит. Сейчас образовательными целями, просто я так, что это не все. Нет, это как раз в смысле образования, это как раз хороший кусок. Я специально написал. Я хотел понять, вот смотрите, когда мы берем векторный потенциал, да, вы говорите, нулевая компонента, это и есть потенциал. Это вроде бы все знают. Да, наверное. А то вы его раз превращаете в серию по пропагаторам. То есть пропагатор плюс поправки и так далее. Как потенциал векторный связан с пропагатором? Это же пропагатор от потенциала. Нет, ну как, у вас есть религиозные поправки, ну как? Ну вот, вот это, да, вот поправка. Нет, 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 смотрите. Вот то, что А0, это есть поле фотона, это я понимаю. Ну вот это левая диаграмма. Почему А0 превращается в пропагатор и вот этот ряд Дайсон, вот это я не понимаю. Потому что вы должны, кстати, уравнение как бы для жирных уже, для жирных полей, то что там поправить? С одной стороны стоит ток. И вот только есть нулевая компонента. Это дельта функция, она ВМЁ, где В в инспектор скорости. Вот и все. То есть вот пропагатор умножить на ток дает потенциал. Давайте еще раз, давайте уравнение напишем. На самом деле написано не для пропагатора, а для тока. Давайте я скажу, можно скажу? Значит, уравнение пишем. Деламбертиан А есть Ё. Есть такое уравнение? Значит, теперь включаем его с помощью функции Грина, да? Значит, ЕА от Х есть интегралу, Ж от Х минус Х прим на ток от Х прим, по Д4 Х прим. Ж. Ж это функция Грина. То есть пропагатор. Значит, ой-ой-ой. А тут, кто это функция? Вот функция Грина, я вам и написал. Жирную функцию Грина. Она без учета взаимодействия вот такая, а жирная функция Грина как раз вот это и есть. Хорошо. Это вот, так сказать, тонкое, можно было написать, это можно было написать просто жирную функцию. Можно написать, это как бы не уравнение, правильно? Это кусок уравнения. Правая часть. Можно написать левую часть. Что вот такая же штука с жирной функцией Грина равна. Такая штука с тонкой функцией Грина плюс вот это, плюс вот это, плюс вот это. Ну, тут вполне такие педагогические, я, собственно, не стал это рассказывать, что тут такие вполне педагогические куски. Так, значит, добрались. Электрон в магнитном поле. Значит, как я уже говорил, спектр уравнения Дирака в постоянном однородном поле известен. Постоянное во время поле, однородное пространство, смотрит все вдоль оси z. Спектр уравнения Дирака известен. Квадрат энергии, есть квадрат массы электрона, плюс по z в квадрате, плюс bn плюс 1 плюс sigma z, 2b. Сигма z это проекция спина на магнитное поле. Оно пальцы z как себя направлено. Теперь, значит, то есть это поперечное движение, а это диапродольное движение, oz. Теперь, n меняется 0, 1, 2, 3 и так далее. И сигма z равно плюс минус 1. Значит, ну, это вот спектр, вот он известен. Теперь, если у меня имеется поля больше, чем критическое или швингеровское поле, которое есть m квадрат на e, вот b это больше, чем m квадрат на e, тогда энергия будет больше, чем m квадрат, то есть частица становится релятивистской. Значит, если у нас магнитное поле больше швингеровского, то электрон релятивистский. На всех уровнях Ландау, ну, и на всех магнитных уровнях, кроме одного. Вот здесь нижний уровень, n равно 0, сигма z равно минус 1. Вообще, все эти уровни дважды вырождены из-за сигма, а вот этот вот не вырожден, нижний уровень, такая нулевая мода. То есть, n равно 0, а сигма z равно минус 1, это швинг равен 0. Поэтому этот электрон, находящийся на нижнем уровне, он нерелятивистский. Ну, у него, он может быть нерелятивистский. У него энергия квадрата есть, n квадрат плюс z квадрат. Если он по оси z не будет очень быстро двигаться, ну, а если это будет атом, он не будет быстро двигаться, тогда у нас нерелятивистская ситуация, и мы можем работать с уравнением Шриддингера. Именно для этого нижнего уровня Ландау. Потому что остальные уровни, они существенно нерелятивистские, там, конечно, с уравнением Шриддингера все будет сразу ясно, что неправильно. Значит, в дальнейшем мы будем изучать спектр электронов с нижнего уровня Ландау в кулоновском поле протона, которое, в свою очередь, модифицировано сверхсильным магнитным полем. Вот. Хорошо, значит, давайте я тогда вместо вот этого вот спектра напишу спектр уравнения Шриддингера. В цилиндрических координатах мне это удобно. Можно еще, да, вопрос? Вопрос можно, нет, а после дождя. Я буду громко. Вот это связное состояние вы рассматриваете? То есть, когда энергия отрицательная? Нет, подождите. Попорядок. Значит, раньше я не брал никакого протона, пока у меня нет. Пока у меня просто магнитное поле. Магнитное поле, естественно, не связанное. Она в поперечном направлении как бы связанная, но она может крутиться где угодно, кстати сказать. Правильно? Ну, она... То есть здесь протона не надо, да? Что? Свободно. Мы будем пустить свободно. Пока, конечно, в формулах нет, полпротона нет. Протона я доберусь. А по оси Z она вообще свободно лежит. То есть, они связаны с состоянием. Это вот состояние в магнитном поле электрона. Велитивистского... Или, так сказать, нерелитивистского. Вот. Значит, теперь хочу решить проравнение Швейдингера. И в циинглических координатах... Значит, циинглические координаты, это что такое? Это Z. У меня Z-ка координата, а поперечный у меня вектор Ро. Двухкомпонентный вектор. Вот. И перебровку выбираю. А есть одна вторая векторное произведение Бен-Айр. Ну, и легко, так сказать, найдя ротор А, вы увидите, что ротор А равен Б. То есть, магнитное поле, вот, смотрит по оси Z. Решение, это уравнение Швейдингера-милы. Не надо решать, оно имеется в главного листа квантовой механики. Что-то написано. Вот. Значит, энергия. Энергия, значит, тут есть такие квантовые числа. PZ. Это PZ квадратно на 2ME. Свободно движется по оси Z. Дальше есть квантовое число. N-Ро. Это вот это квантование вот этого движения. M. Это проекция орбитального момента на ось Z. В задаче есть вот такая симметрия. И она сохраняется. Ну и сигма Z это проекция спина на ось Z. Значит, вот, так сказать, каждый уровень бесконечно вырожден. Потому что, допустим, начнем с нижнего уровня Ландау, который меня интересует. Она равно 0. Значит, и сигма Z минус 1. Значит, N-Р 0, сигма Z минус 1. Вот тут M плюс модуль M. Поэтому M может принимать значение 0, минус 1, минус 2 и так далее. И это как раз отвечает тому, что частица может вертеться где угодно. Вот такое, вот это вырождение. Пока у меня никого протона нет. Пока он может где угодно вертеться. Вот. Значит, это нижний уровень Ландау. Это его энергия. Здесь волновая функция тоже выписана, так сказать, в квантовой механики. В четвертом томе. Значит, R 0 M. Она зависит от... У нее есть две части. Она зависит от Z. Просто действует и по Z. И по Z умножить на Z. Свободная волна по оси Z. Помножить на R от R. R от R, простите. Где вот это R большое. У нее есть индексы N-Ро, которые я взял 0 и M. И вот для N-Ро равного 0 и произвольного M она имеет вот такой вот вид. То есть это все электроны, которые сидят на нижнем уровне Ландау. Вот тут они все написаны. Значит, это R в степени модуля M. Если M равно 0, то это просто единичка. Ну а дальше вот R в степени M стоит. И на E в степени IMF, это значит, что у него проекция как раз M. И минус R квадратный 4H квадратный. Вновая функция экспоненциально падает за радиусом Ландау или вот за этой магнитной гидроцией. Экспоненциально падает. Вот. Но это просто нормировочный эфициент, который нужно, чтобы она отнормировала вновая функция. Интеграл для 2 R от ее квадрата равен единице. Теперь мы должны принять в участие электрический потенциал атомного ядра, который находится в точке ρ равно Z равно 0 в начале координат. Значит, вот тут, если H примерно AB, то есть в этом случае как раз, это случай очень плохой. Его мы решить не сможем, когда H порядка AB. Вот, только численно. Однако, если H много меньше AB, тогда работает адиабатическое приближение. Что значит адиабатическое приближение? Есть два типа координат в этой задаче. Есть координаты, есть поперечные координаты. Если H много AB, много больше, много меньше, простите, AB, то поперечные координаты движение очень быстрое. Потому что это маленькие очень. А по AB очень долгое. Поэтому мы должны усреднить по быстрым движениям и получить эффективный потенциал вот этих медленных движений. Вот. Тогда мы ищем волновую функцию в таком виде. Значит, C зависит от N. Это у меня уже, я знаю, что у меня будут кулоновские состояния, у них там N будет. 0, M, 0, M и минус 1. Сигма Z минус 1. Что такое 0 на втором месте? Это Nро. Nро, да. Вот. Значит, ну, в принципе, я могу для Nро неравного нулю это делать. Вообще говоря, пока у меня ситуация не рельефистская, пока у меня поля меньше швингеровских, эта задача решается просто для всех уровней ландауна, не только нижний уровень. Вот так у меня эти все-таки сильные поля, я сразу все на нижний уровень ландауна. Надеюсь, что мой вот этот швингеровский поток будет работать. Вот, значит, я ищу лановую функцию в таком виде. Вот эта вот поперечная лановая функция для ее сценария. Я могу говорить очень громко, но я... Давайте вот. Плюс эффективный потенциал. Сейчас, давайте, H в C хочу записать в равнение, равно Е в C. Значит, H тут будет... Ага, значит, где-нибудь там будет минус, ну, извините, плюс. Пу эффективное от Z. Все это действует на вот эту хи от Z. И дает хи от Z. И дается лево N, которое я хочу найти. Хи N, хи N от Z. Вот надо мне решить такое уравнение Шриддинга одномерное. Вот с таким эффективным потенциалом. Эффективный потенциал, значит, он будет вот такой, не ты мне. У эффективное от Z. Пока у меня никакой экранировки нету. Есть минус E в квадрате. На интеграл D2РО. Тут, значит, R 0, 0 и чего еще есть? M от РО поделить на корень из Z квадрат плюс Р квадрат. Потому что у меня кулон. Единица на R. Вот. И это вот эффективный потенциал. Значит, давайте я хочу понять, как... Ну, так сказать, надо сюда поставить, поставить, решить уравнение Шриддингера. Давайте я пойму, что это такое вообще, что это за эффективный потенциал. Значит, уэффективное от Z. Если Z у меня много больше АН. Вот у меня волновая функция. Она содержит экспоненту минус Р квадрат поделить на АН в квадрате. То есть РО у меня бывает порядка АН или меньше. РО много больше АН у меня не бывает. Поэтому, если Z у меня много больше АН, то я РО тут выбрасываю и Z выношу. И тогда у меня стоит интеграла D2 РО на Р0 в квадрате. Потому что я сказал, что нужно... Тут у меня было R0. Я на него умножил, вот на это R. И проинтегрировал. Поэтому R в квадрате. Вот, значит, если у меня Z большие, я вынес его за знак, за корень. И осталось единицей. Нормирована рновая функция. Значит, будет минус E квадрат на Z. Обычный кулон. То есть у меня частица движется в обычном одномерном кулоне. про который я столько много говорил вчера. Значит, это где она движется? Когда далеко мы смотрим, да? Когда Z много больше АН. У меня есть параметр АН, магнитный вот этот радиус. То есть когда мы далеко ушли от радиуса, то есть у меня оба знака Z, да? Здесь оба знака Z. Z, модуль. Теперь, он четный потенциал, как видно. Вот, теперь, если у меня U эффективная в другом пределе от Z. И Z много меньше АН. Внизу пишу, ничего не видно, да? Наверх перейти. Наверх перейти. Нам видно. Нам видно хорошо. Значит, у меня Z теперь, наоборот, у меня много меньше АН. Тогда я его отсюда выбрасываю. Миша, не слушайте их. Сзади-то не видно. Ну, давайте я напишу. Значит, баловую функцию все видели, более-менее. Правильно? В сравнении Шейнингера, кто-то даже и не видел, наверное. Хоть раз в жизни видел. Значит, это просто обычный район Шейнингера написан, расписан. Так что он тоже большой ценностью не обладает. А вот потенциал вот важен. Значит, я написал, что эффективный потенциал от Z. Он равен минус E квадрат поделить на модуль Z. При Z много больше АН. При Z много меньше АН. Опять смотрю сюда Z могу выкинуть. Много меньше АН, значит, много меньше РО. Значит, у меня будет интеграл до 2 РО поделить на РО. А он сходящийся. Расходимости нет никакой. До 2 РО это РО до РО. Но, так сказать, единственный размерный параметр тут АН. Поэтому потенциал будет иметь такой вид. Значит, как я немножко некрасиво написал. Надо написать, что он равен. Вот такую скобочку написать. А тут будет потенциал минус E квадрат поделить на АН. Ну, в элементарных функциях не выражается. Там есть такая функция R через нее выражается. Но, так сказать, качественно он ведет себя так. То есть у меня потенциал вот такой. У меня, значит, имеется кулон. А тут вот он вот так вот кончается. Вон. У от R. Тут он минус E квадрат на АН. Вот в таком потенциале надо решить уравнение Шитингера. Так, в таком потенциале надо решить уравнение Шитингера. А, почему здесь? Сотру. Все, это на всякий случай. Посмотрю, что надо говорить дальше. Так. Да, еще не сказал, что, так сказать, так как потенциал у меня четный, то у меня волновые функции будут четные и нечетные. Основное состояние – это четная волновая функция. При замене Z на минус Z первое возбужденное нечетное, ну и так далее. Так, вот теперь этот самый Шеллоу Велл Аппроксимейшн, про который я так много говорил, что оно плохое и неправильное. Тем не менее, почему я сейчас его вам расскажу? Потому что немножко его видоизменив, мы получим правильное уравнение. А что такое Шеллоу Велл Апроксимейшн? Значит, вернее, ну вот это вот решение из Ландау Левча я вот писал, что энергия на любом уровне есть 2 до минус, минус 2M. М у меня было еще магнитное квантовое число, поэтому я Mu буду писать для массы частицы. Это масса электронной. Минус 2M на интеграл от AH до А Боровского У эффективная вот эта вот моя, от Z по GZ в квадрате. Теперь, если я его возьму, то у меня будет, значит, ну я не буду писать минус, вы уж меня простите, энергия, но вы всегда знаете, что она отрицательная, энергия связи, да? Вот, значит, будет 2M на E в четвертой, потенциале E квадрат, да, тут в квадрате это все стоит, на интеграл по DZ поделить на корень из Z квадрат плюс H квадрат. Корень из Z квадрата плюс H квадрат. Почему я так пишу? Потому что вот этот потенциал, у него и правильная асимптотика и при больших Z, и при маленьких Z. На самом деле, мой список не совсем такой, да? Ну, более-менее он такой все-таки. И вот, так сказать, буду его интегрировать от H до АБ. Это вот формула в пределе мелкой ямы, это она будет, и я, это предел мелкой ямы, просто сейчас, когда это все уберу, я его, так сказать, вычислю. И все это в квадрате. И того получается. Значит, NU, E в четвертый пополам, забираю вот эту двойку сюда, да? Поэтому NU, E в четвертый пополам, и тут будет логарифм, интеграл этот взял, логарифм от AH, это единица на EB, значит, EB внизу. Ну, так сказать, все равно у меня будет положительный знак, поэтому EB я наверх поставлю, EB, а внизу у меня, а я нехорошо написал, простите, этот у меня вот тут предел, от H до AB. Поэтому у меня AH внизу, поэтому EB наверх. А H это единица на корень из EB, я двойку забрал специально, чтобы под логарифм у меня квадрат получился. Значит, EB, а тут будет M в квадрате в четвертый, Боровский радиус. И того вот я и получил, M в квадрате в куб, а тут B, и в квадрате. То есть это Риттберг, но вот это вот большой логарифм. Я сказал, что в учебнике Ландра Улившица вот этот вот ответ. И, так сказать, вообще я еще сказал, что метод Шелла Увелл, он плохой. Метод, он тут не работает. Но, так сказать, давайте выведем, откуда берется вот эта формула, да? Ну, в принципе, там параграф, по-моему, 45-й из Ландра Улившица, четвертого тома. Но давайте я выведу эту формулу, она просто выводится. Значит, как она выводится? И мне это нужно будет сейчас. Вообще, квантовая механика у него в третьем тома, по-моему. В третьем? А параграф там есть в 45-й, тем не менее. Не, не четвертый, а третий. Нет, я сказал, что четвертый? Нет, 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 это квантовая механика, конечно. В третьем тоже там, по-моему, 45-й параграф, уже говоря. Значит, начинаем сравнение Шелетникова, естественно, да? Минус Капа, как вот это, на двое, значит, минус Капа два штрих. Одномерное уравнение Шелетникова. Минус Капа два штрих, да? Плюс У, ну, одномерное, ну, пусть З будет, как надо. Плюс УАЗ на Хи. Сколько не надо сказать? Равно Е, вот, 0 хочу назвать, нижнее состояние найти. Е0, ну, это самое Хи. Значит, Хи-то это не обязательно. Это все время. Так, значит, 2М по сериалу, значит, 2М пишу сюда, и 2М пишу сюда. Аж у меня единица. В третьем томе она не единица. Типа, у меня единица. Единица сделаю. Теперь, значит, дальше говорится, что? Что такое мелкая яма? Мелкая яма, на самом деле, не мелкая яма, а это та яма, у которой есть вот уровень связанный, он очень мелкий по сравнению с глубиной ямы. Он болтается около самого нуля. Вот это вот мелкая яма. Поэтому он очень мелкий. Поэтому этим членом можно принадлечь по сравнению с потенциалом. Тогда можно писать такое уравнение, что Хи-штрих, проинтегрировать эту штуку, будет равно 2М на интеграл У от З на Хи от З по ДЗ. Проинтегрировал один раз это уравнение. Это выкинул, это перенес, это чувствовать, в ту сторону и переинтегрировал. После этого я говорю, что у меня вот в этой мелкой яме, где уровень около самой поверхности плавает у меня, Хи от З в пределах этой ямы мало меняется. Потом я это подтвержу. Интеграл у меня берется по яме. Я считаю, что у меня потенциал... Ну, яму я, во-первых, считаю четной. Относительно З на минус З. У меня такой потенциал, так что мне это будет удобно. И я считаю, что потенциал у меня равен нулю вне этой ямы, вне А. То есть вне А у меня свободное движение, а внутри у меня вот эта мелкая яма. Ну, типа, какая-то она от З, но четная. Тогда, значит, я интегрирую от нуля до... От нуля до А. Сюда я еще одну двойку написал. Вообще она мне не нужна. Ну, ладно. Обязан написать. И Хи от З отчуда выношу. Хи от З я считаю константой. Ну, он там как-нибудь константой. Ну, там, с точки зрения ромировки можно просто ее убрать. О, не нравится мне этот 4М. Ну, ладно. Что есть, то есть. Значит, дальше я говорю, что вне ямы у меня свободное движение. Поэтому Хи вне ямы есть Е в степени, ну, опять-таки, до 100 сюда постоянного фактора, минус корень из 2М Е на Х, на З. Ну, так она движется вне ямы. Экспоненциально затухает. Там потенциала нет никакого. Решение урожения без потенциала для связанного состояния. Правильно? Подставляю его вот сюда. Получаю и в квадрат возвожу. Значит, продифференцирую по З. Модуль Е не хотите подставить? Ну, пожалуйста. Придифференцирую и выношу сюда. И возвожу в квадрат. Получаю 2М Е равно... Ну, что-то еще... Ну, это 16М квадрат, что-то все делать. Ладно. М Е равно 8М в квадрате. Интеграл У от З до З от 0 до А. Интеграл У от З до З. Что-то я с двойкой ничего-то у меня не очень. Ну, ладно. Вот. И тогда, значит, Эм я тоже могу убрать. Итого я получил, что энергия... Ну, хотя бы еще размерность хоть правильная. Ну, двойка. Двойка что-то неправильная. Ну, ладно. Ну, вы там поверите с точностью до двойки. Значит, я получил свою энергия. Вообще, она должна быть 2М. Я не пойму, куда... Ну, вы просто напишите, от минус А до А у вас. А, ну, все, надо по всей яме интегрировать, да? И тогда, может быть, да. Да, наверное. Все-таки я зря сюда перепрыгнул, потому что вода улечится. Я думаю, не используется, что она четная. Что-то это она мне нужна. Я наверх забежал, да. Когда энергия есть 2М и интеграл от нуля... От минус А, да. От минус А, да. Ну, по яме. От минус Б до А, там, например. Ну, по всей яме. Интеграл, значит, У от З до З. И он весь квадрат. И теперь условие применимости этой мелкой ямы. Вот что мне важно. Значит, условие применимости этой мелкой ямы такое. Значит, ну, давайте оценим этот интеграл. Это примерно У в квадрат З квадрат. Ну, У в квадрат А квадрат. У в квадрат А квадрат. У квадрат на А квадрат У квадрат на А квадрат на М И мне надо, чтобы Это есть энергия И мне надо, чтобы энергия была Много меньше У Потому что тогда я могу энергию выбросить Значит, отсюда я получаю условие мелкой ямы У М А квадрат много меньше единицы Значит, эта формула работает Если У М У М А квадрат Много меньше единицы Значит, теперь вот у меня кулоновский Помню, у меня было вот такое Я вот кулоновского потенциала Хочу применить вот это вот Это условие, значит, тогда как У меня будет У меня будет Е квадрат Поделить на А Ну А это просто для разных А Ну это как бы Z у меня И я хочу посмотреть, для каких Z это работает Е квадрат поделить на А М А квадрат Но, кстати сказать, при этом условии можно еще проверить, что и ПСИ Функция мало меняется Приделать ям Мне было это важно Здесь это условие выполняется И ПСИФункция тоже меняется слабо Если квадрат поделить на М А квадрат Нужно, чтобы это было немного меньше единицы Это так, если А много меньше, чем единица на М Е в квадрат То есть немного меньше А Боровского Вот поэтому, когда они интегрируют, так сказать, от АН до Аборовского Получается плохая точность То есть улонский потенциал не есть мелкая яма Вот Ну я бы вывел это уравнение для мелкой ямы Теперь я могу 2 смело продвигаться К этому уравнению Тарнакова-Пакова Которое дает точность энергии В отличие от вот этой мелкой ямы Она дает точность энергии для магнитного поля Измеряемого в единицах отобного магнитного поля То есть H это значит Б поделить на М Е квадрат Вот если это, так сказать, это отношение порядка там 10 третий, скажем То это уравнение, которое я сейчас напишу Будет иметь точность на уровне процентов Так, значит, их уравнение Значит, какая у них идея? Значит, идея такая Вот мне нужно решить уравнение Шейдингер Значит, давайте еще раз, наверное, надо его написать Каффа 2 прим минус там плюс 2 М У эффективное от Z, да? У эффективное от Z Равно E 0 на Х Значит, мне нужно решить вот это уравнение Значит, идея у них какая? Я знаю, как это уравнение Если у меня Z больше AH То я в кулоновской ситуации То есть я... А я знаю решение ураняя Шейдингера, наверное, в кулоновской ситуации Решение, которое экспоненциально убывает при больших Z Это функция Уиттекера Ее можно найти в математических справочниках Зато, если у меня Зато вот от нуля Я буду делать как в мелкой яме Я буду интегрировать Но я буду не интегрировать не до Аборовского А я буду интегрировать вот до этой точки У меня есть точка Z0 Которая со одной стороны у меня должна быть много меньше Аборовского Чтобы работало приближение мелкой ямы А с другой стороны у меня будет много больше AH Если это так, тогда у Уиттекера решает эту задачу И поэтому я сошью в этой точке Z0 эти два решения И логарифмически производные Пси функции И из шейфки получу энергии Стандартная вещь, правильно? Так, стандартная вещь Значит, так Ну и я ответ напишу, какой получает А от Z0 зависимости останется? Что? А от Z0 зависимости останется? Сейчас, сейчас, вы сейчас увидите, что будет как раз очень разумная формула Вот что получится, если так сделать? Вот щит логарифмические производные Значит, с левой стороны я напишу то, что у меня получится, когда я интегрирую эту мелкую яму Два логарифма Z на H Но я не до Абора интегрирую, а до H Плюс там, и я точно это могу сделать Плюс там некий логарифм двойки, меня это не сильно интересует Минус Пси Пси от единицы плюс модуль M Пси это логарифмическая производная гамма-функция И плюс, вот поправка, которая порядка А H поделить на Z То есть, если Z много больше H Вот она вот такая А в левой стороне, или в правой стороне Я напишу разложение функции у Итекера при малых Z Функцию Итекера меняется при Z порядка Аборовского Потому что это связанное состояние А у меня Z0 немного меньше Аборовского Тут Z0 стоит Вот, я напишу, значит, вот тут вот Значит, ну что получится Есть из функций у Итекера Но это из математических исправящих Вы можете найти Логарифм Z поделить на Аб Бориский радиус Плюс лямбда Плюс два логарифма лямбда Плюс два Пси От единицы минус единицы на лямбда Ну плюс четыре гамма Это постоянная Эйлера Там 0,6 она, да? Плюс два логарифма двух там Ну число некоторое Плюс О большое от Z поделить на Аборовское Поэтому если у меня Z много меньше Аборовское Намного Так, простите Да, намного Намного больше АН То это вот можно Эти члены можно выкинуть Так Да, и вот энергия Так как это решение, так сказать Уравнение Кулоновское уравнение То энергия Да, это у функции У Итекера Есть минус МЕ в четвертый пополам На лямбда в квадрате Нет, вы видите, Z сокращается От Z не зависит Вот как раз то, что вы говорили Я и говорю, так как там же минус должен быть Нет, как знак равенства Это равно вот этому Перенесу это сюда У меня будет Аб поделить на H Аборовское поделить на H А Z выскочил Как раз вообще хорошо сшился Да, если от Z пропал Вот лямбда, конечно Это очень важно Лямбда, это значит Еще раз сейчас повторю То есть лямбда определяется Эти формулы? Конечно Так сказать Энергия И на самом деле Вы эти формулы почти должны были проходить В университете Энергия, это есть Риттберг на лямбда Минус МЕ в четвертый пополам На лямбда в квадрате А лямбда определяется Из условия шивки И вот теперь смотрите Предположим У меня не было никакой ямб А был обычный кулон Если у меня был обычный кулон То у меня никакой левой части нет А у меня есть требование Что хи-прим поделить на хи Чему равно в нуле? Я до нуля могу Уитекер тащить, правильно? То есть у кулона больше ничего Чему равно хи-прим поделить на хи в нуле? Для кулоновской задачи Трехмерной кулоновской задачи А? Там разница с конец Ну и конец продиферсирует надо Нет, у вас трехмерная кулоновская задача У меня функция хи Я про нее вчера говорил Не р, а хи Чему равно кулоновской задачи Когда у меня нет вот этого эффективного потенциала Вот этого магнитного поля Хи-прим поделить на хи Кулоновской задачи Кулоновская задача Кулоновская задача Ну умножить на кое-что Равно бесконечности Хи в нуле это ноль Значит условие на кулоновский уровне должно быть Что вот эта штука равна бесконечности А как мне из этого вот получить бесконечность? Вот как Пси-функция Она имеет простые полюса Так же как и гамма-функция Простые полюса в нуле Минус единица Минус два Минус три Она имеет простые полюса Поэтому если лямбда равно единице Одной второй Одной третий И так далее У меня тут будет действительно бесконечность Единица Одна вторая Одна третья Это бальмеровская серия Поэтому в этой формуле сидит бальмеровская серия Вот Но это есть у меня нету Этого приямка А у меня есть приямок Поэтому я должен с этой формулой работать Вот Из нее я буду выделять энергии это я сделаю, но это у меня формула для четных уровней, я когда, я говорил, что у меня половая функция мало меняется вдоль ямы то есть если функция нечетная, то конечно она сильно меняется вдоль ямы, она в нуле в ноль обращается но, для нечетных уровней у меня просто чистая кулоновская задача это я тоже вчера говорил, поэтому энергии кулоновских уровней, ну давайте я сейчас уберу, нечетных у меня есть две серии уровней, четные, которые я вытаскиваю вот отсюда, и нечетные, которые это самое, которые просто есть Больмеровская серия Я просто ее напишу, что энергии этих нечетных уровней, от нечетных, есть минус Me в четвертой поделить на 2n квадрат, где равно 1, 2 и так далее. Плюс поправка порядка b, а тут m квадрат е куб. Вот такая степенная поправка, маленькая. И поэтому, когда у меня поля будут порядка m квадрат поделить на е куб, когда у меня экранировка моя, скажем, интересует, это ничтожные поправки. Про них можно забыть. Ну и вообще, когда b много больше, чем квадрат е куб, но это маленькие поправки. Значит, нечетная серия у меня идет по бальмеру, а четная серия у меня вот дается тем уравнением. Так, что я хотел дальше сказать. Дальше я хотел написать уравнение со скринингом. Давайте я его напишу. Надо для меня переписывать все формулы. Я думаю, что это не я, что надо. Эффективный потенциал у меня есть. Давайте я его напишу. Значит, если у меня есть экранировка, что я хочу сказать? Тогда я должен подставить там не единица на z, а подставить единица на z, а в квадратных скобках вот эти три члена свои. Будет все то же самое с учетом экранировки. Уравнение тривиальным образом меняется. Значит, дальше я вот тут нарисовал тут некоторую картинку. Давайте попробую вам перерисовать. Значит, это в зависимости от z, как ведется его функциональный потенциал. Значит, он нарисован у меня для m равно нулю. Для m равно нулю он ведет себя примерно вот такой вот. И для m равно единице. Для m равно единице он ведет себя вот такой вот. Сюда они выходят на кулон, да? а у меня в последний день на колонны все выходят это просто обычный колон значит это m равно нулю то есть это нижнее состояние это m равно минус единицы ну и дальше можно сделать минус два, минус три, минус четыре они немножечко походят ну дальше я бы хотел настоящий колонн настоящий колонн может такой ну тут я хотел ну на самом деле можно из этого уравнения а можно просто подставить уравнение написать такой попрощенный потенциал и решить это уравнение Шредингера на машине о них кто-то хотел вам рассказать историю жизни когда я был на шестом курсе когда Шермо не появился и надо было решать уравнение Шредингера на потенциале типа Воронки вот Лев Борисович Роков, мой научный руководитель послал меня его решать, как я его решал в те годы один из самых лучших вычислительных центров в Москве у нас было две машины БСМ-6 и еще две машины нам собирались туда поставить и вот я в течение там месяца ходил с программами и решал уравнение Рунги Кута решал уравнение Шредингера методом Рунги Кута четвертого порядка разношное разноцем изменяется по поводу БСМ-6 сейчас у каждого в портфеле гораздо мощнее этого БСМ-6 конечно ну и вот так сказать решил за месяц а как я сейчас решал с этим эффективным потенциалом эту задачу проверить просто ну так сказать энергии можно достать из этого уравнения которое я написал но проверить просто по уравнению Шредингера в гугле я но это может быть лучше меня знаете но тем не менее в гугле я написал и там она мне выдала список и вторая или третья ссылка это была компьютерная программа которая методом Рунги Кута чуть ли даже не четвертого порядка решает уравнение Шредингера вы пишите потенциал аналитический и номер уровня она вам выдаёт рисует волновую функцию дает энергию но единственный недостаток что вы чуть-чуть меняете параметр потенциала а потом она быстро довольно таки ну как сказать перегружается и уже она всё забывает и по новой надо потенциал писать много раз надо писать потенциал то есть время занимает но всё-таки не месяц время конечно занимает много уровней посчитать там в течение нескольких часов ну ладно это как бы анекдот вот дальше значит значит модифицированное уравнение я напишу значит сейчас я перехожу к этому модифицированному уравнению Корнакова-Попова значит уравнение Корнакова-Попова это без учёта конечно скрининга в 2000 году оно было написано я его написал уже в сущности вам значит я внесу всё-таки обе части в одну сторону и покажу как выглядит это уравнение уравнение такое для отчётных уровней это логарифм H значит это для уровней которые образуются в Куновенском потенциале из уровней Ландао из нижнего уровня Ландао это есть лямбда плюс 2 логарифма лямбда что такое лямбда вы помните энергия есть это Риттберг помножить на лямбда плюс 2 Пси от единицы минус единицы на лямбда плюс логарифм двух плюс четыре гамма гамма специальная Эллера это там 0,5,7 и так далее плюс Пси ну вот вы помните Пси у меня была от единицы плюс модуля Пси это логарифмическая производная гамма функция теперь значит уравнение на что здесь это уравнение на лямбда сейчас я сейчас его решать буду сейчас подождите ну в смысле не буду сразу видно какие оно имеет решение значит что такое H H это то есть весь магнитное поле в единицах М квадрат Е ку в единицах атомного магнитного поля теперь да и энергия n-го уровня это есть минус МЕ в четвертый пополам Витберг ну или мю там массу у меня масса электронных на лямбда в квадрате теперь пусть у меня вот этот параметр большой H тогда у меня тут стоит алгоритм большого числа мы тоже скажем большое число ну там порядка десятки скажем тогда значит мне нужно иметь тут большое число есть два способа сделать большое число первое просто лямбда сделать большим и тогда энергия будет большая это есть основной уровень он будет внизу сидеть второй способ сделать большим но так сказать если бы я сюда подставил лямбда есть логарифм H я бы получил прямо эту формулу вот из Ландау-Лишица или там из Галлицкого Хогана Корнакова Хогана вот но вы видите что тут еще константы некоторые есть это бог с ними с константами но тут есть лямбда плюс два логарифма лямбда потому что на самом делеямбда поэтому на самом деле лямбда есть не логарифм H а гораздо меньшая величина потому что тут ещё есть два логарифма правильно формула такая что лямбда — это есть примерно логарифм H поделительно логарифм квадрат H квадрат из-за этой двойки поэтому вот эта вот неточность этой формулы когда вы пишете один логарифм лучше уж такую формулу написать здесь еще какой-нибудь цифческийifer подобрать чтобы вот эту константаю тоучесть тогда это будет хорошая формула вот но тем не менее качественно действительно то, что если h идет бесконечность, лямбда идет бесконечность это правильно, то есть уровень нижний проваливается вниз значит это вот, как я с ноликом напишу, что это основной уровень нет два логарифма лямбда нет, вы понимаете лямбда это есть логарифм h поэтому говорите, что когда вы говорите, что вот там у вас стоит что? h делить на логарифм h посмотрите, лямбда это есть логарифм h когда вы говорите, что у меня стоит лямбда в квадрате это значит у меня стоит логарифм h в квадрате но это уравнение вы сами можете решить оставляю вот это уравнение там можете решить еще раз, лямбда есть логарифм h поэтому когда у меня тут стоит логарифм лямбда в квадрате это есть логарифм h в квадрате под логарифм вот я вот написал под логарифм Ну, мне написано, логарифм Маши квадратим. Ну, давайте не будем на это время терять. Вот. Я думаю, что правильно мог я, конечно, ошибиться, но, по-моему, тут правильно. Загадим подальше. Это значит, что это основные уровни. Остальные уровни, как я уже сказал, что если лямбда будет стремиться к единице, к единице, то это будет ноль. Снизу должна стремиться к единице, кстати сказать. Снизу. Это простой полис. Когда вот эта штука будет ноль, и это будет тоже большое число. Либо, значит, лямбда, это лямбда, ну, лямбда первая. Ну, или это вторая, потому что первый уровень нечетный. Это четный, основной. Первый возбужденный нечетный, он сидит прямо на гальморовском значении. А лямбда второй тоже будет близко сидеть, потому что лямбда будет единица. Лямбда 2 равно единице, понимаете, да? Лямбда 4, потом опять нечетный уровень, а потом четный лямбда 4 равно 1, 2. опять полюс, опять полюс ну, полюс все имеют полюс, поэтому если h идет в бесконечность, то эти числа ну, при стремлении h в бесконечность они стремятся вот к этим вот значениям ну и дальше там 1 третье, все такое вот такая Бальмеровская серия воспроизводится но это без учета экранировки значит, с учетом экранировки тоже очень просто, надо взять вот этот интеграл так сказать, но потенциал вставить вот с этими тремя членами он легко берется и сводится к тому, что тут стоит единица h, вот тут только замена логарифм h поделить на единицу плюс e в шестой на 3π и тут h вот это вот экранировка значит, что происходит значит, h это еще раз значит b на m квадрат е куб поэтому, пока у меня h так сказать, не доходит вот до этого до числа типа там пока у меня h много меньше, чем 3π на 137 квадрате это большое число, да? я этим членам могу пренебречь когда у меня h и это будет вот то, что было, так сказать, у Корнакова-Попова то и будет когда у меня h много больше тогда это единицу я могу выкинуть, h сокращается у меня будет максимальное значение этого логарифма 3π, вот логарифм этого числа и я отдельно вам скажу, что логарифм этого числа есть 17 почему квадрат не кубе? кубе на кубе? что? кубе, вот это правильно, да? я так писался нельзя же серебря говорить, что я прав если вы это посчитаете это будет 17 логарифм а лямбда будет 11 не 17, а 11 и это как бы, так сказать когда h идет математически в бесконечность то это будет так я так думал, так сказать, до последних нескольких месяцев что вот так оно и будет значит, вот то есть у нас получается, что в пределе бесконечного поля очень большого, без экранировки у нас получились бы вырожденные уровни вот если бы экранировки сейчас спектр уровней нарисуют значит я напишу раньше без экранировки, а потом с экранировкой значит, если бы, так сказать, не было бы экранировки тогда спектр имел бы такой характер но это еще Лоуден и Эллиотт, они это тоже говорили спектр имел бы такой а, но они отрицательные энергии поэтому ничего так отрицать значит, это вот энергия, да? 36 электрон вольта значит, нижний уровень будет минус 1,7 кэва ну вот у Шабада Сусова, у них, так как они делали шеллоу вэлд апплексимейшн для этих квадрат, это у меня минус 126 это значит, минус 126 и так, как это нижний уровень, то он соответствует 1,7 кэва значит, следующий возбужденный уровень сидит на единице это нечетный уровень надо отдельно нарисовать четный, а отдельно нечетного давайте, тут я напишу even, тут от значит, тут сидит основной уровень, он even тут сидит код, который со степенной точностью сядет вот сюда дальше, значит, 1,4, правильно? значит, 1,4 0,25 значит, сюда же, при сильном магнитном поле сюда же сядет и вот этот уровень ну пусть поле если бы не было экранировки то сюда бы сел и сюда бы сел и, так сказать, в пределе бестремящих бесконечности поднимался и сел наконец сюда это первый возбужденный четный уровень но из-за того, что имеется эта экранировка он до него не дойдет даже если бестремится к предпосконечности он будет сидеть вот тут число какое? тоже может быть примерно минус 0,8 то есть он сильно до него не доходит минус 0,8 вместо 1,4 а? вместо 1,4 вместо единицы тогда он выше а минус единицы единица равна нулю сверху спускается соврал, он сверху спускается значит, он минус 0,8 выше он, да он спускается сверху ну не доходит значит, минус 0,8 значит, следующий уровень при 0,25 сидит нечетный следующий вот тут вот сидит четный уровень который тоже несколько выше ну и вот так вот это вот для m равно нулю для m равно единица для m равно минус единица картина такая нечетные уровни сидят все там же естественно, потому что я сказал, что со степенной форм точно все они сидят на Риттберговской серии а четные уровни они значит, первый там он 108, по-моему да, минус 108 значит, он несколько выше вот тут вот вот минус 108 ну и дальше нечетный сидит тут же а он идет вот по-моему он чтобы не соврать, выше он или ниже я сейчас уже не помню чуть-чуть повыше он идет сильнее не доходит уже чуть-чуть вот тут вот ну вот такая вот серия серия такая значит, дальше вот мы решили это уравнение к счастью, к сожалению, все еще не все я это скажу в конце значит, теперь я хочу рассказать какие, вернее сказать какие бывают поля b вообще о каких числах можно говорить значит, вот что такое m квадрат е куб поле b это атомное m квадрат е куб это 2 на 10 девятый гаусса так теперь, значит, поле это сильное поле m квадрат поделить на е куб мое сверхсильное поле это значит m квадрат поделить на е куб это значит 6 на 10 пятнадцатый гаусса 6 на 10 пятнадцатый гаусс теперь дальше, что бывает в лабораториях значит значит, поле b мега гаусс эксперимент называется 10-6 и 10-7 гаусс это была такая идея Сахарова 52-го года еще 52-го года была идея Андреевича Сахарова про то, что можно делать сильные поля путем взрыва но не эксплозия, а имплозия берется соленоид и идет взрыв, который его схлопывает по соленоиду идет то hr квадрат это адиоматический вариант он сохраняется r уменьшается значит h растет и вот таким образом были достигнуты самые высокие поля на сегодняшний день в лаборатории это 30 мега гаусс 30 мега гаусс все равно видно, что даже это поле до этого еще не достает так, теперь следующее это значит звезды слава богу после вчерашней лекции я смогу смело сказать что раньше я бы сказал так что b 10-13 гаусс это пульсары а есть еще магнитары в которых 10-15 гаусса ну вот вчера нам было сказано что магнитарь скорее всего есть значит вот 10-15 до сюда они не датягивают но пока у вас не было этих формул вы же не знали что вы тут получите вообще это более-менее вот такие поля теперь да и вот чтобы полезно если кто не знает это опять-таки сохранение диабетического эмбрианта вот вы идете и берете звезду типа Солнца у нее полики вы знаете в солнечных пятнах поляки килогауссы 10-3 гаусса радиус Солнца 10 в 11 см радиус нейтронной звезды 10 км значит 10 в 6 см значит на 5 порядков меньше раз на 5 порядков меньше значит аркадрат уменьшается на 10 порядков значит аж растет на 10 порядков вот так вы и получаете из солнечного поля 10-13 гаусса ну это вот обычная звезда Солнца видимо есть какие-то звезды где больше магнитное поле вот из них получатся магнитары ну так совсем наивно значит дальше зачем все-таки Эллиот и Лоуден рассматривали экситоны зачем они рассматривали вообще эту задачу в 60-м году когда поля много больше атомного когда я вам говорил что в лаборатории близко ничего нет потому что есть такой в твердом теле есть такие полупроводника есть экситоны возбуждения когда электрон возбуждается полупроводником остается дырка электрон связывается с дыркой получается нечто типа позитрония но в полупроводнике во-первых у вас заряд много меньше вот такой эффективный заряд много меньше E и масса у них бывает много меньше тоже эффективная M и в результате при полях B есть такие полупроводники, в которых поле 2000 Гаусса, это и есть атомное поле, аналог то есть если поле много больше 2000 Гаусса вы можете иметь в лаборатории, то так сказать вы должны пользоваться этими формулами, что нижний уровень уходит вниз у эксцентона и вот так вот, ну и видимо в эксперименте видели, это я уж не буду комментировать, ну дальше я про графин хотел сказать, может там что-то есть в прошлый раз говорили ссылки и конклюженцы ссылки такие, вот это были работы 7-8 года Шабада и Усова где они численно заметили, что имеется эта экранировка, дальше что еще были важные работы недавно, 7-8 год дальше, ну кто считал полиционный оператор, его тоже считали в сильном магнитном поле, в 71 году ну давайте я нехорошо, что я там спину в 71 году его считали Бадалин и Шабад и в частности Б вот они получали соответствующие формулы вот дальше было, что очень важно это Скобелев и Лоскутов Скобелев 75-76 год вот они первые заметили, что если Б большое, то есть член линейный по Б в сильных магнитных полях первое, что они заметили, второе, что происходит такая факторизация, что у вас четырехмерная задача в сильном магнитном поле сводится к двумерному полизационному оператору свободному и вот это вот перпендикулярно, то что я в прошлый раз вам говорил но это было очень важно более того, они же через 10 лет, правда, в 83 году они же, а также Кузнецов, Михеев, Осипов они считали собственную энергетическую диаграмму электрона в сильном магнитном поле такую диаграмму в сильном магнитном поле и они заметили, что так сказать, у фотона возникает такая диаграмма, вообще говоря, имеет дважды грифмическое по полю поведение но они заметили, что у фотона возникает масса за счет вот этой диаграммы о которой я говорил в сильном магнитном поле то из-за этого дважды логарифм меняется на однажды логарифм то есть фактически у них уже было это Лоскутов, Кобелли, 83 год Кузнецов, Михеев, Осипов, 2002 год то есть у них уже было утверждение, что при Б много больше вот этой величины N квадратной E кубу фотона появится масса но почему-то применить к этому они это не стали применять одно мелкое жмехе не Лоскутов, а Лоскутов Лоскутов, да-да Лоскутовской это вот эти были работы ну дальше Лоуден, Эллиот Лоуден это численное решение уровня Шеллингера о атомных уровне при Б много больше N квадрат E куб это я говорил дальше Корнаков-Попор, 2003 год это значит аналитическая формула для Б много больше N квадрат E куб для уровней, которую я рассказал ну и дальше вот наши работы мы аналитически это сделали что Батрусов сделали численное вот дальше заключение это у меня 4 пункта заключения значит я вам дал аналитическую формулу для потенциала заряженной частицы в одномерии в случае если легкие есть фермионы M меньше G то там есть большие поправки в одномерии вот это было сделано это был честный кусок был, я думаю, что правильно сделан дальше для трехмерии тоже написал вам потенциал и там есть экранировка при маленьких Z меньше компенсационной волны электроны написал потенциал с тремя членами вот есть более, конечно, такое сумасшение чест совершенно сверхсильное но вот появляется вот такая вот экранировка кулона это тоже было совершенно все честно дальше, значит, а вот дальше начинается дал вам алгебраическую формулу для энергетических уровней атома водорода которые появляются из нижнего уровня Ландау тут мне нужно пару минут дело в том, что какая у меня была логика давайте еще раз вернемся есть поля такие большие даже более того если поле немного больше, чем квадратная е то поперечный размер как только поле больше, чем мы скандратные поперечный вот это А становится меньше, чем компенсационная, длинная волна электрону если вы электрон загоняете в пространство меньше, чем компенсационной длины волны вам естественно думальное и вам уже надо решать уровень нищины решать уровень Дирака потому что импульс 1 на размер у него импульс получается больше массы но тем не менее, все-таки есть выделенный уровень Ландао, нижний нулевая моду, у которого энергия 0 теперь я на эту нулевую моду наложил электрическое поле и нашел энергию если бы эти энергии ушли бы электрическое поле заряда, ядра если бы этот уровень ушел бы на МЭВы куда-нибудь туда провалился бы, то я бы сказал, что конечно, ага, вот уже нельзя третий керам пользоваться но у меня уровень застыл, если вы помните на 1,7 КЭВа, то есть электроны в угоне релятивиста вообще говоря, казалось бы, все хорошо потому что обычно формула сама показывает когда она перестает работать вот сейчас напишу вам формулу вот, например вот, допустим рассматриваем водородоподобный ион энергия есть минус М Z квадрат Е в четвертой выделить пополам значит, если будет Z квадрат порядка 137 то ясно, что эта формула не работает почему? потому что у меня энергия порядка массы шейденгерская задача, значит, неправильная значит, если Z порядка 137, надо решать уравнение Дирака ну а в моей задаче вроде все хорошо но тем не менее, вот в последнее время вот дождь, помните, как начал лить когда я сказал, что нижний уровень Ландауа описывается шейденгерским уравнением может это все и не даром потому что вот последнее, значит, я хочу сказать мы начали заниматься уравнением Дирака и там есть поправки ну большие, не такие большие, что прямо когда на Е они становятся важными но тем не менее, там есть достаточно большие поправки есть некоторые степенные члены сейчас я не готов это рассказывать ну короче говоря, так сказать, в общем-то уравнение Дирака надо по-хорошему надо разобраться с уравнением Дирака мы этим сейчас занимаемся но ни кое-нибудь еще все спасибо вопросы, пожалуйста Виктор Иосифович, это какое-нибудь отношение к эффекту Холла может иметь? вот кто-то мне говорил вчера про эффект Холла а вы, может, говорите? ну я не знаю, я не большой специалист про эффект Холла чтобы мы на этот графен рассчитывали ну в общем я не знаю я из физики твердого тела бесконечно далек так что если кто-то может это использовать в эффекте Холла ради бога пожалуйста, они опубликованы можно им пользоваться эффект Холла, там как раз магнитное поле есть и электрическое это целочисленное а для дробно-численного лаффиновских конденсат это обслужняется я эффект Холла не готов обслуживать сейчас столкновение ультравильтерийских пионов что? столкновение ультравильтерийских пионов там получается, что магнитные поля еще сильнее ну они про это говорят, что у них там поля типа 10-18 гаусса ну у них получается поля типа массы пиона надо ставить, ну так сказать там КФД эффект уже начинается ну да, там вот порядка массы пиона но я думаю, что это все тут смотреть все равно невозможно потому что мне нужно, чтобы это все было долго чтобы атомные уровни успели сформироваться а эти тяжелые ионы они проскачивают, наверное к варке вот этих полякчен ну может быть это как-то можно КФД пытаться применять чем КФД, у вас тоже есть потенциал, правильно? и так сказать там есть магнитная поля допустим хотелось бы, конечно, чтобы это какое-то реальное применение имело чтобы не просто формула а чтобы где-нибудь они просто наивные вопросы это, в общем, в основном, не реактивистская, да? фактически, вы говорите я слишком быстро, наверное, сказал в принципе, когда поля больше, чем М квадрат поделить на Е это, вообще говоря, уже реактивистская задача нижний уровень Ландау без всякого кулоновского потенциала у него энергия равна нулю ну или, там, P квадрат на 2м P квадрат на 2м P квадрат на 2м это вот то, что называется нулевая мода это очень специальные свойства потому что, вот, например, для скалярной частицы этого бы не было если возьмете заряженную скалярную частицу то никакой нулевой моды бы не было она бы была, так сказать, у нее была энергия энергия была порядка ЕБ и как только ЕБ больше, чем М квадрат она ультарелятивистская у дираковского электрона есть спин и там есть в энергии спиновый член ню аж и он, координатный член, полностью компенсирует на нулевой моде поэтому есть вот эта нулевая мода и поэтому, так сказать, мы решали эту нерелятивистскую задачу а, кстати, из нормального магнитного момента они не идеально скомпенсируются сейчас, одну секундочку значит, ну вот, так сказать, думали, что это средняя задача и все нормально тем и менее, сейчас, как говорится рассмотреть уравнение дираков все равно не запрещено, правильно? ну, на самом деле, электрон все-таки присутствует уравнение дирака и поэтому можно сделать, так сказать, сделать вот это вот адиапатическое приближение, это уравнение дирака и, ну, занимались этим люди я не хочу уходить туда, чем мы еще не сделали и, в принципе, можно редуцировать уравнение дирака написать эффективное уравнение написать, посмотрите на физический уровень мы сейчас этим занимаемся и там есть немаленькие эффекты еще до вот этих полей но близко к ним, к этим критическим полям там уже есть заметные поправки и они степенным образом зависят от поля рентейские поправки наверное, важнее, чем вот эти воплогарифты это вот это насчет аномального магнитного момента можно сказать или нет? вот вопрос был Андрей, давайте я вам скажу, если вы хотите значит, может, вы это знаете все значит, о чем была речь? в энергии есть член мюнаш если вы подставляете мюнаш, ну, пермагнитное отношение одна-вторая, то вот этот член как раз сокращает координатную зависимость если бы там, не дай бог, была вот эта швингерская поправка альфа на 2 пи про которую нам так много рассказывали на утренней лекции то у вас был бы альфа на 2 пи ну, h, еще член альфа на 2 пи альфа на 2 пи поделить на массу е поделить на массу электрона h вот такой здоровенный по полю член да? и этот член, когда его первый расправят подумали начать там в начале 60-х годов он сразу тянет в уровень там жизни не прискалит нижний континуум, и там начнется рождение пары вот так вот на самом деле, надо смотреть, так сказать, эту диаграмму вот я рисовал, кстати, во внешнем магнитном поле во внешнем магнитном поле там нет никакой степенной зависимости степенная зависимость есть, когда поле меньше, чем m2e когда поле порядка m2e эта степенная зависимость меняется на дважды логарифм вот про который я говорил поэтому там, на самом деле, маленькие достаточно маленькие поправки никакой, это вот важный момент, потому что иначе вообще совершенно все бессмысленно вот я вам рассказываю, рассказываю, говорю, что магнитный момент потенцируется координатной функцией но это имеет место для, так сказать, нормального магнитного момента без аномалия, вы знаете, что еще и ингеровская аномалия но она зависит, как там член там поправка порядка логарифм когда h поделить на h поэтому степенная зависимость пропадает остается только логарифм квадрат но это маленькая функция для переходов она не важна между уровнями в переходах она сокращается а с энергетическими уровнями атомного позитрония происходит что-то похожее, да? ну, конечно, будет гораздо вот, например, если бы скажем нет это можно все применять и к позитронию потому что тут как бы уравнение Шридингера там все в порядке с позитронием но дальше, если вы хотите делать уже уравнение Дирака то тут позитрония вы не можете сделать потому что они быстро движутся и электрон, и позитрон эта задача не сводится уже к ну просто к электрону во внешнем поле а хотя и позитрон сделать интересно потому что если бы вот уровень, скажем, ушел бы в нижний континуум да? для водорода но это, так сказать ну, уйдет в нижний континуум будет критический заряд значит, он для позитронии уйдет в нижний континуум тогда могут из вакуума рождаться в сильных магнитных морях позитронии но это надо решать не уравнение Шридингера и даже не уравнение Дирака а уравнение Бетта Салбитера что? ну их решал, в принципе, Шаббат с Усовом их решали и они сказали, что при полях порядка 10-40 гаусса уровень уходит вниз ну, верно они это сделали неверно это отдельный вопрос они решали Бетта Салбитера Павел Михайлович, у меня такой наивный вопрос вот вы рассмотрели это в сильном магнитном поле, которое там ограничивает движение в принципе, таких систем можно придумать массу ну, например, ядерные силы, да? там тоже потенциал очень похож на это не, ну вот говорилось только что можно попробовать все это КХД как-нибудь применить нет, и даже без применения я просто вот хочу понять как бы логику а зачем вы это вот решали? то есть из каких, если вы не хотели практических применений почему именно магнитное поле, которое ограничивает поперечный плоскость почему не ядерные силы? почему не электрический потенциал, который ограничивает электрон со всех сторон это такой вопрос уже исторический мы этим начали заниматься, чтобы понять вот с позитронием разобраться с позитронием? уходит он туда вниз или не уходит? ну и дальше там одно за другое зацепьёмся ну потому что вот у них сейчас я могу качественно вот насчёт позитронием давайте о качестве потому что это вроде у них раньше мне казалось, что их работа у Шабада Уссова очень странная потому что мы знаем, что магнитное поле не производит работы с чего это вдруг магнитное поле начнёт рождать пары? позитронии но с другой стороны, действительно, если мы берём позитронии и суём его в сильное магнитное поле то электрон поджимается к позитрону тогда они попадают в область сильного кулоновского поля а если кулоновское поле сильное, то уровень идёт вниз вообще и вообще говоря, они могут попасть в нижний континуум так что если там какое-то время назад я вам сказал что это, по-моему, совершенно неправильная работа Шабада Уссова и вот начинается ещё а вот распады при этом позитрония то, что они могут аннигилировать эту парочку так это больше не может говорится по-другому по-другому если они поджимаются, то и вероятность повышается нет, но если графферный поле 10, то кого это вообще о чём речь? я нехорошо сказал получается вот этот объект, у которого масса равна нулю у вас магнитное поле будет распадаться на вот эти позитронии они будут рождаться как сверхцитическое ядро когда вы делаете большой заряд ядра у вас электрон садится на оболочку а позитрон идёт в бесконечность, правильно? ну и тут вот такая же, только без всякого ядра то же самое и без всякого ядра делаете просто большое магнитное поле и начинает оттуда выскакивать позитрония то есть вы не можете сделать поле больше чем это 10-40 гаусса действительно это поле и эти-то поля фантастические, ну а 10-40 гаусса о чём говорить ну я правильно помню, что такой процесс будет эффективно идти, если есть фотоны то есть фотоны в сильном магнитном поле она просто там сверхшвингеровская будут рождать фары позитрония у них так-то не получалось как-то, нет? не-не-не, это просто магнитное поле больше ничего если вы говорите про физическую постановку то если вы его наращиваете у вас там есть ДБПДТ ДБПДТ это, по-моему, ротор Е вы даже лучше знаете поэтому если вы такое поле магнитное накачали то у вас будет электрическое поле такого же порядка если вы не за всё время Вселенной его адиопатически поднимали а если есть электрическое поле так оно вообще развалится гораздо раньше по физике это вряд ли но тем не менее, вы говорите, что у вас есть магнитное поле никаких фотонов нет, просто чистое магнитное поле больше ничего оно там 10-40 гаусса и вы её ещё чуть-чуть подняли и оно всё развалилось на позитроны ну позитроннее не можете больше поднять это вот у них такая картина была про сверхновые будет тяжелее, я думаю у нас сейчас изменения в программе я закрываю образы а вы очень доски расходы всё понятно так мы влезу так как не вы, да? чейки свет как не вы ну что я думаю пока мы и в итоге кто стоит это же высложишь ты смогу правильно надеюсь, что будет с электричеством это будет это будет да пожалуйста пожалуйста говорят, что скоро закончится да спасибо 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 и